Больше часа судья зачитывал приговор. Здесь и показания свидетелей, и выводы экспертов. Наталья Никитина с трудом вслушивается в слова. И хотя речь идет о событиях двухлетней давности, боль от потери дочери не утихает. Очень много эмоций, потому что это опять все заново всплывает, это все заново опять. Начинаешь переворачиваться, вспоминаешь тот день, конечно, очень тяжело. Два года назад, 30 декабря, 13-месячной Ксюше Никитиной стало плохо. Девочка задыхалась. Родители привезли малышку в Суздальскую ЦРБ, где тогда педиатрическим отделением заведовала врач Быстрова. Именно она, как установил суд, в тот роковой день не доработала. И это стоило ребенку жизни. Накануне девочка вдохнула семечку, но этой информацией врач, видимо, не придала должного значения. Между дефектами, допущенными диагностиками, лечением и смертью ребенка имеется прямая причинная связь. Для установки правильного диагноза необходимо было организовать применение бронхоскопии, вызвать санитарную авиацию или осуществить транспортировку больной ГБУ, СВО, ДКП. На вопрос, почему Быстрова не вызвала эндоскописта уже после оглашения приговора, она ответила так. Друзья мои, физически откуда бы родился эндоскопист 3 часа дня, если он уже закончил работу. Тем не менее, судя по показаниям главврача областной детской больницы, эндоскопист мог быть в Суздале через час после обращения. Тогда ребенок, вероятно, бы выжил. Но эндоскопист не приехал, и годовалая Ксюша умерла на глазах у родителей, когда в отделении не было ни одного врача. Кстати, по словам мамы Натальи Никитиной, Быстрова так и не раскаялась и не извинилась перед ней. К сожалению, не было. Я никогда не забуду ее слова. На второй день, это было 31 декабря, когда мы пришли, чтобы выписать, вернее, как бы забрать тело. Единственное, что она тогда сказала, она всю жизнь, наверное, запомнила слова. Вы ко мне пришли? Я говорю, да. А что такого случилось? Как здесь умирали, так и будут умирать. И ничего у меня за это не будет. В результате суд все же признал, Быстрова виновный в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей. Суд приговорил Быстрову Татьяну Сергеевну признать виновным в совершении преступления. Предусмотрена часть 2 статьи 109. Уголовный код СССР и назначение наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года. На основании пункта 9 постановление Государственной Думы 24.04.2015 года объявления о миссии и 70-летнем победе в мегаотечественной войне 1941-1945 годов. Освободить Быстрова от наказания уголовное председание на основании пункта 3 часть 1 статьи 27 прекратить считать судимость погашенной. Впрочем, сама Быстрова, кажется, даже не сомневалась в таком исходе. По крайней мере, до начала судебного заседания подсудимая больше волновал сломавшийся у нее телефон. А после оглашения приговора она шутливо отвечала на вопросы. Вот, например, как Татьяна Быстрова прокомментировала вопрос о своих планах на будущее. Приду работать на телевидении. И буду ездить по судам бедных врачей.